Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о коляске-новиночке 2019 года от компании Baby Design. Модель называется Look. Эта коляска вообще немножечко, знаете, вела нас в небольшое такое замешательство с своим соотношением цены и качества. Она действительно сделана и ощущается дороже, чем реально стоит в деньгах, я имею в виду. Поэтому мы немножко так удивлены, приятно удивлены. Вообще, в принципе, бренд Baby Design, по большому счету, всегда во всех моделях прослеживается хорошая цена, качество и комплектация. У них, видимо, вот это во главе угла в бизнесе, в Baby Design. Поэтому дешево, сердито, как говорится. Вот, собственно, давайте с вами изучать эту модельку. Напомню, называется она Look. Она 19-го года. Это прогулка. Она у нас с полугода до трех лет. А в килограммах до скольки выдерживает? Секундочку. Так, вес коляски сам у нас 9 килограмм. А ребенка выдерживает она 15 килограмм. Вот. Так, давайте рассмотрим, что она из себя представляет. Начнем изучать мы с вами с ручки, потому что ручку мы держим всегда. И я всегда акцентирую внимание на то, как ощущается ручка, из чего она сделана. И здесь тот самый классный случай, когда здесь эко-кожа с прострочкой, все красиво, нарядно, цвет такой интересный. И у нее очень приятный хват. Она не тонюсенькая, не толстенная. Вот четко, как надо. Вот. И, естественно, она регулируется. У нее регулировка в очень большом диапазоне. Поэтому любой человек любого роста для себя здесь может подобрать позицию. Так. Козырек. Козырек, вы видите, здесь он не маленький. Он действительно большой. Если нужно, его можно уменьшить на одну секцию с помощью замочка. Ну, обычно используют все по максимуму, как говорится, на все деньги. Вот. И что мне очень понравилось. Реально, опять же, почему в замешательство вела колясочка. Потому что, например, в мелочах прослеживается качество. Здесь вот эта вот крышечка, закрывающая смотровое окошко с москиткой, она не на липучке. Магнитик используют обычно в более дорогих брендах. И то даже не во всех. А здесь вот, пожалуйста. Приятно же? Приятно. Кстати, на задней стенке у нас здесь тоже есть кармашек. Он не глубокий. Сразу скажу, вот видите, моя ладонь, все, она уперлась. Это для вашего телефона. Даже самый большой телефон должен сюда поместиться. Не всегда есть куда бросить свой телефон. А так вот, пожалуйста. Так, сразу смотрите на максимальное горизонтальное положение коляски. Это у нас 170 градусов, если память не изменяет. 175, пардон, градусов колясочка. И, в принципе, по большому счету, с рождения кто-то даже возит в таких колясках. Технически ничего страшного, можно. Но ребенок должен на маму смотреть до полугода, на родителей. Поэтому вот с полугода подобного рода коляски и сделаны. И что мне очень понравилось, здесь необычная система используется регулировки наклона спинки. Здесь своего рода такая трещотка. Смотрите, я ее кручу. И она поднимается. Я вот такой системы не припомню нигде. Но это реально круто и удобно. Даже когда там сидит ребенок, больше усилия не нужно прилагать. Оно нормально, спокойно крутится. Нажимаем кнопочку. Все разложили. Крутим. Так же легко крутится она и с ребенком. Поэтому в этом плане вот отлично. Плюс жесткая спинка. Это не гамачок натянутый. В этом плане все отлично. Так. Что у нас спереди? А, подождите. Я уже не показал заднюю часть. Как она у нас откидывается и все такое. Здесь липучки. Ну, это везде липучечки. Есть москитная сетка. Она для кого-то очень важна. Вот, пожалуйста, она тут есть. Все, летом проветривать без проблем. Так. Хочу еще обратить внимание. Спинка не сильно завалена назад. Для многих это важно. Сильно она не завалена. Поэтому ребенок нормально сидит. И сразу вот вам покажу сверху. Расстояние от спинки до бампера. Оно очень большое. Во многих колясках здесь гораздо теснее. И расстояние от бампера до ножек тоже меньше. Здесь места много. И в этом плане здесь все отлично. Пятиточные ремни. Мягкие накладки и на паховой зоне есть. И на плечевой. Все отлично. Бампер у нас с регулировочкой. Здесь тоже можно увеличить пространство. Из минусов бампер. Он снимается. Он не откидывается как калиточка, чтобы посадить ребенка. Вот в этом плане мне здесь не понравилось. Но он тоже из эко-кожи. Все отлично. Подножка, естественно, регулируется. Еще что хорошо, когда подножку опускаем вниз. Тут реально большая площадка для ног. Часто там просто малюсенькая ступенечка, чтобы ребенок как-то мог забраться. Здесь же большое пространство. И здесь все из резинового материала, чтобы это все легко чистить. В общем, практично. Все сделано. Все хорошо. Так, давайте посмотрим на раму. Рама у нас, естественно, металлическая, облегченная, крепкая. Такая сборка хорошая. Я уже говорил, что в Baby Design по качеству претензий нет. Накидка ножки в комплекте идет, но мы к вам к ней еще вернемся. Так, давайте посмотрим на амортизацию. Есть ли она тут вообще? Спереди небольшая есть. Давайте сзади. Хорошо, чтобы вам было видно. Понажимаю. И сзади амортизация есть. Что касается тормоза, с правой стороны у нас педалька. И оба раза нажимаем сверху, когда и ставим, и снимаем. Ковырять обувью не нужно. Кстати, посмотрите, какой здесь классный багажник. Он глубокий, большой и сделан не из сетки, а из прочного материала. То бишь лопаткой случайно вы его не порвете. Колеса, естественно, здесь не надувные. Иначе бы она весила уже далеко за 10 полиуретановые. С передней колеса, естественно, с блокировкой, чтобы не крутились на плохой дороге. Можешь заблокировать. Вот. И диаметр не сильно большой. Но, в принципе, для городских условий и зимой тоже нормально. Так. Давайте я вам покажу ту самую накидочку. Накидочка здесь реально прикольная. Она очень теплая. Закрывает классно. Поберем, раз. Пропускаем через бампер. Но я сейчас не буду полностью крепить. Но вот так это будет выглядеть. Хорошо. Хорошо. В комплекте. В комплекте. Все вместе недорого. Недорого. Поэтому, вот видите, цена ее реально впечатлила. Когда мы видим, что мы за это получаем. Так. Давайте теперь посмотрим, как колясочка у нас складывается. Чтобы ее сложить, нужно нам нажать вот эту кнопочку. И под ребенком есть такой маленький ремешок. За него дергаем. За него же и держим. За него и несем. По поводу, можно ли коляску ставить. Технически можно, но придется использовать бампер. Ой, не бампер, а ручку. Ручка из эко-кожи. Она стопроцентно об асфальт, об бетон, будет портиться. Поэтому я бы, наверное, ее вот так вот не ставил. Лучше поставить ее вот так, чтобы, скажем так, продлить жизнь ручки. Кажется, эта коляска мне что-то напоминает. Да. Есть похожий дизайн у некоторых других производителей. Та же цвет ручки похож. Но это и хорошо. Собственно, что в заключении хочу сказать. Цена, качество. Еще раз повторю. Шикарнейшее предложение. Ссылку на магазин «Первая коляска» я добавлю. Пройдете, посмотрите на цену. Приятно удивитесь, я вам сразу говорю. Сделано хорошо. Функционал богатый. Лежачее место хорошее. Просторная. Регулируемая ручка. Амортизатор. Здесь, в принципе, есть все. Дождевик, по-моему, в комплекте тоже есть. Одну секундочку. И фирменный дождевик в комплекте. То бишь, онклюзив у вас получается за абсолютно адекватную сумму. За которую ни один производитель вам столько не дает. Я, по крайней мере, таких производителей не знаю. Вот. Поэтому, как ее можно не рекомендовать? Смело могу рекомендовать. И в заключении хочу поблагодарить первую коляску за то, что предоставили на обзор. Если вам это видео понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. И вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго.